У львёнка Грома, несмотря на его юный возраст, уже непростая история жизни. Напомним, 4 июня хищника нашли сотрудники госавтоинспекции при обыске машины на посту в Чапурниках. Малыша в тяжёлом состоянии передали в цирк. Животное удалось спасти. Однако уже в начале августа у львёнка обнаружили двустороннюю катаракту. Он почти ничего не видел. В начале сентября Грому провели сложнейшую операцию в лучшей ветеринарной клинике Воронежа. Сотрудники цирка и ветеринары не отходили от него ни на минуту. Успех мероприятия во многом зависел ещё от послеоперационного ухода. Чтобы вы понимали, в первые сутки мы применяли только глазные капли каждые 10 минут, то есть в течение суток. Это уже не говоря об инъекциях, капельницах и инструментальных осмотрах. То есть работа была проведена колоссальная и график работы был очень плотный. То есть первые несколько дней мы практически жили в клинике. Благодаря стараниям врачей и правильному уходу, через две недели после успешной операции львёнка выписали и он вернулся в Волгоград. Сейчас зрение восстановлено и хищник прекрасно ориентируется в пространстве. Вернулся к нему и аппетит. Молочко, которым отпаивали животное несколько месяцев назад, уже заменили мясом. Юный гром, окреп, подрос и даже показывает свой характер. У меня последний костюм остался. Отношения отличные у нас с ним сложились. Мы, как отец и сын, есть и сложные периоды, есть прекрасные периоды. Поэтому всё зависит от настроения. Он такой же личности, у него есть своё «я». И когда ему что-то не нравится, он, естественно, это показывает. И нужно с ним находить способ договориться. Сотрудники рассказали, что в дикой природе львёнок бы с такими серьёзными заболеваниями погиб. Ему повезло, что он попал в такие заботливые руки и теперь находится под присмотром. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе хищника. К сожалению, в Волгограде остаться он не сможет. Он не может оставаться у нас, потому что у львов генетически заложено так, что они становятся хозяевами прайда. А наш дрессировщик шутит, говорит, я хочу прожить больше, чем два года ещё. Он не потерпит. А так как Виталий у нас 70 килограмм, а Гром будет как минимум 250-280, то я думаю, вы понимаете, в каком раунде закончится это соревнование. Есть варианты, куда можно его отправить. Я думаю, у него будет хорошее место, гектары и личный прайд. Мы продолжим следить за судьбой Грома, который за это время стал для волгоградцев как родной. Ксения Бедросян, Максим Мещеряков, телеканал Волгоград-1.